Добрый день! Меня зовут Александр, я инженер компании Sofprom по продуктам Автодески. Сегодня хочу показать несколько приемов, которые могут облегчить жизнь проектировщика в инвентаре. Оформление чертежей по-прежнему занимает довольно много времени проектировщика, поэтому нужно стараться максимально использовать уже существующие наработки. Итак, как это сделать? Например, у нас есть уже оформленный чертеж деталей. Расставлены все размеры, допуски, шероховатости, допустим, оформлены технические требования. И нам есть необходимость создать подобную деталь, но с некоторыми изменениями. Для этого мы сохраняем существующий чертеж по другим именем, говорим сохранить как, меняем имя и говорим сохранить. Мы открываем саму деталь, по которой создается чертеж. Правой кнопочкой можно нажать, сказать открыть. Вот наша деталь, по которой он создавался. Эту деталь тоже пересохраняем под другим именем. Выбираем другое имя и говорим сохранить. Теперь возвращаемся на наш чертеж. И нам нужно поменять ссылку со старой детали на новую деталь. Для этого заходим в управление, заменить ссылку на модель. Выбираем, видим, что здесь указано плита 1, старая. Дальше выбираем, на что будем менять. Выбираем плита 2. Говорим открыть. Да. Окей. Так как детали у нас одинаковые, то у нас полностью сохраняется вся информация. Мы можем войти на плиту 2, посмотреть, каким образом она будет обозначаться. Вот здесь нужно будет единственное, что исправить обозначение, дописать. Например, 0.02. Говорим ОК. Возвращаемся на наш чертеж. Видим, что у нас поменялись обозначения. Все остальное сохранилось. Теперь мы можем вернуться к детали и внести там некоторые изменения. Например, можем поменять габариты нашей детали на 280, а здесь на 200. Перестраивается деталь. Можем поменять расположение наших отверстий. То есть здесь поменять на 100, например. И здесь подвинуть это отверстие до 65. Вот у нас перестраивается вся наша деталь. При возвращении на чертеж перестраивается полностью наш чертеж. Если размеры наехали немножко на деталь, мы можем их здесь подвинуть. Вот таким образом довольно быстро и просто можно использовать уже существующие наработки. И еще хочу сказать, что если у вас есть уже оформленный чертеж, то нужно пользоваться возможностью копирования свойств размеров. Например, вот есть размер с допуском в одну десятку. Я хочу такой же допуск назначить и для других размеров. Я беру его правой кнопочкой, щелкаем, говорим копировать свойства. И дальше я могу назначать другие размеры, которым будут применены такие же свойства. Вот так, в принципе, довольно быстро и просто можно оформлять чертежи по уже существующим наработкам. Спасибо за внимание.